Приветствую вас! Вот когда я прочитал ваше сообщение, то мне, если честно, в первое время даже было затруднительно понять, с чего нажать вам «Отвечать». Может быть, начать отвечать вам с того, что раскрыть один аспект может с того, что другой аспект раскрыть, ибо их несколько. И знаете, я пришел к такому выводу, что поймите самое главное. Просто попробуйте понять на данный момент, сейчас, самое главное, что вы делаете своим поведением одну большую ошибку. Вы показываете своему мужчине, что вы без него, во-первых, не можете, во-вторых, вы растворяетесь полностью в нем, и он не видит вообще в вас никого, кроме, знаете, вот кроме такой женщины, которая прям на все ради него готова, но при этом в которой нет ничего своего. То есть вот в этом именно основная беда, что в вас, по его мнению, нет ничего своего. И раз у вас нет ничего своего, нет личных границ, нет самобытного мысления, нет отстаивания своих интересов, то кого мужчина видит в вас? Он в вас видит отражение своих желаний и своих потребностей. А это ему, естественно, не нравится. Почему? Почему ему это не нравится? Ему не нравится это потому, что неприятно видеть в ком-то себя своего. А именно это, как ни печально именно это, вы и делаете. Вы заставляете мужчину видеть в вас самого себя. И это его отталкивает. Пожалуй, это первое. Второе. Ну вот вы наступаете себе на горло, как вы говорите. Значит, хотите вы любой ценой быть с ним, да. А, боитесь вы, значит, его потерять. Тогда. Откуда у вас такое сильное желание быть с этим мужчиной? Почему вы так сильно от него зависите? Он, только он вас радует. А что, кроме мужчины вас больше ничего не радует? Получается, что вы в мужчине находите, раз вы не хотите его потерять, да. Значит, вы в мужчине находите для себя что-то, что нужно вам. Что-то, что без него, без него у вас не будет. То есть, без мужчины вы рискуете это все потерять. То, что у вас есть сейчас. И отсюда у вас такое вот паническое стремление сохранить отношения с ним. Но, понимаете, если вы через человека реализуете свои желания, если человек чувствует, что он вам нужен для себя, а мужчина, очевидно, вам нужен для себя, потому что вы без него не знаете, как вам жить и так далее, то он чувствует также и то, что вы как бы его используете. Он чувствует себя средством для вас. Средством для достижения ваших целей. И это тоже ему не нравится. Отсюда также его желание оплаты отдалиться. Он не хочет быть средством, он хочет быть самостоятельным. Он чувствует, что вы за него цепляетесь, как на последний шанс. Он чувствует, что вы цепляетесь за него, как за волшебную палочку, и потому он хочет уйти, потому что ему не нравится. Он не чувствует себя мужчиной. Он чувствует себя, знаете, таким, отцом, наставником, кем угодно еще, но не мужчиной. Только не мужчиной. А в этом и заключается основная беда. Дальше. Следующий момент. Значит, у вас полностью отсутствует, как, наверное, уже мы с вами поняли, у вас уже, у вас полностью отсутствуют свои желания, свои стремления, свои цели. Все у вас завязано только на мужчине. Соответственно, задам вам вопрос. А почему именно так? Чтобы строить серьезные отношения, чтобы строить равноправные отношения, чтобы строить независимые отношения, где бы вы не боялись потерять человека, нужно иметь свои личностные границы, свои желания, свои стремления собственные. Собственные. И не быть нуждающиеся лично, лично, не быть лично заинтересованной в мужчина, чтобы быть равной ему. Проникает вопрос. А почему у вас этого нет? Всегда ли так было? Если нет, то с какого момента и почему вы это потеряли? Вот это вот ваше, что вы пишете. Значит, так. Сия без него, он так слепой котенок. Не знаю, что делать, куда обещать, как жить. Он единственный в моей жизни. И вас кроме него ничего не радует. Вот это свидетельствует о том, что у вас, вашего, личного, вашего, индивидуального, личностного, нет ничего. Ну и получается, что вам это все нужно восполнить. Получается, что вот это вам все и нужно восстанавливать у себя. Отпустите мужчину. Подвольте ему пока что быть тем, кто он есть. Подвольте ему быть собой. Не доставайте его, не давите на него, не вынуждайте его в общем. Подвольте ему отдохнуть. Сами приключитесь к себе, чего вы хотите. Где вы во всей этой ситуации? Ваша зависимость мешает вам, по сути дела, реализовывать все ваши потребности, желания и стремления. Именно зависимость, то есть, по сути дела, это проецирование своих желаний на мужчину. Вот в этом и заключается беда. В этом и заключается ваша проблема. Самая большая проблема. Ведь любят человека, любят личности, любят совокупность качеств, любят то, как человек, условно говоря, подает себя, то, как человек, словно говоря, несет себя, то, какой он. А вы готовы все это, всю себя, предать ради мужчин. И естественно, что здесь, как следствие, его разочарование вас. Потому что он понимает, и любой бы человек на его месте так же бы понял, что, ну, неинтересно быть, неинтересно существовать с тем, кто ради тебя готов предать себя. Потому что, если такой человек поймет, что кто-то даст ему больше, вдруг, то он точно так же предаст ради этого и того, с кем он сейчас. Только если человек не предает себя, только если человек остается верным себе, он, может быть, достаточно верным другому. а именно этого у вас, к сожалению, нет. Надеюсь, я смог донести до вас свою мысль максимально подробно и правильно. Вам, если вы хотите сохранить отношения с мужем, если вы хотите вообще строить свои отношения, дабы не повторять тех ошибок, которые у вас есть сейчас, предстоит работа по избавлению от зависимости, по переориентированию своих желаний и потребностей напрямую и отказа от восприятия людей в качестве средства для достижения своих целей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...